так привет значит я новый рисованный человечек у которого три кадра движения и который будет рассказывать что-то про анимацию я не знаю буду ли это делать регулярно просто вышел назад нельзя мы решили его посмотреть с моей дорогой коллегой и записали этот разговор буквально вот после того как и посмотрели серию тут не будет каких-то я надеюсь придирок которые уже много кто рассказал так что я перехожу в наши человеческие формы можете как подкаст слушать видео будет состоять из нескольких частей вступление звук про анимацию визуал сюжет и режиссура и какие-то финальные мысли так давай в целом в целом мне понравилось тебе понравилось ну красиво у меня даже у меня еще резче типа мнение чем у тебя и но мне так не хочется их критиковать ну потому что они такие молодцы да это правда ты просто такой типа ну они хоть что-то делают в русской анимации такое более-менее независимое но ты смотришь и такой ну ребят ну зачем ну почему как всегда проблем со звуком я не могу что-то очень странно всегда со звуком это меня больше всего расстраивает это кстати проблема почему-то всех короткометражек на ютубе русских особенно мне кажется почти у всех кто делает мультфильм и какая-то проблема со звуком она кстати не могу объяснить чем почему конкретно это происходит федя наверное может какая работа надо просто сидеть выравнивать но вообще на самом деле у меня такая претензия к звуку что чаще всего во многих мультфильмах это ощущается что они как бы не в пространстве у них очень мало уделено внимание звуком которые как бы в жизни типа да какой-то эмбиент так сказать да 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 щелк зимний пищ да у них там кстати я сейчас тоже заметила звук один где он идет по металлической штуке оно громче чем ну да ну или такой же по громкости какие буквы в общем это что-то очень не знаю еще музыку они не везде где надо вставляли то есть там где драматичный момент где он всем объясняет ну что на них летит этот метеорит там музыка играет она офигенная она такая мощная тукс тукс офигенно нравится на титрах вообще замечательно но когда он объяснялся с этими со всей этой арамой которая пришла к нему домой эта музыка была не нужна как раз какой-то угол толпы и его голос ну с каким-то таким вот маленьким эхо я не знаю но чтобы в течение это было или по крайней мере что-то ну не драматичная музыка что-то такое но какие-то нотки протяженные низкие чтобы так задать на сфере а как там на протяжении всего муки это тукс 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 такое ну да ну нет так что мне я хочу как-то по по полочкам типа разложить что мне не нравится во первых меня так бесит но это везде меня бесит поняли бесит почему почему все у кого очень маленький бюджет непрофессиональные аниматоры пытаются чтобы выглядело профессионально может сейчас не понятно у них была задача сделать чтобы это выглядело прям дорого и богато да и им платили в целом а зачем зачем показать уровень что но у них же нет этого уровня это выглядит плохо это выглядит типа дешево все равно типа да я бы не сказала по-моему да потому что как только эти персонажи начинают двигаться все рушится абсолютно у меня нет такого ощущения вот у меня есть потому что у них постоянно как-то ну ты аниматоры с большим скажем чем я может быть я в целом нет открывающая сцена она мне там показалась кривоватой но все ну большинство остальных сцен они там все вот я не знаю как то вот что может быть там где то надо какой нибудь тайминг вот это подредактировать но вот меня даже не тайминг беспокоит что кадры из-за того что они настолько чистые именно картиночно это твоя проблема да я пропагандирую свою позицию я я докажу всем вот это моя арка персонажа что я всем докажу что грязный лайн это будущее окей но никто не делает к этому будущему прям тебя а я вообще все вы пожалеете что не были со мной когда можно было из-за того что они настолько чистые картиночно все ошибки вылезают сразу вот да но ошибок там довольно много и я не совсем понимаю зачем делать такую стилистику которая типа картун нетворковского уровня если вы не можете ее выдержать ну типа просто это неплохо нехорошо это объективно что там дети работают ну не дети прям ну хотя есть дети советский труд о не смотри ну короче что работают подростки и молодые люди без опыта без твердой руки именно даже анимационные ну там типа чуть чуть ну вот я не знаю как это объяснить я пыталась это объяснить на прошлой специализации но короче что у анимации есть флоу окей окей хорошо слоу давай выясним что это флоу через F а флоу я слышу слоу хорошо флоу я не знаю что это это значит как бы поток это значит типа гладенько ну вот что один кадр цепляется цепляется за другой и создает движение которое как бы целостное ну спэйс Doctor если все кадры очень соединены вот все это показано это же спэйс не 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 я не говорю что это показано а я говорю про я не говорю вот а типа щечения движения а я говорю про схему вот эту знаешь Вильямскую а я говорю про то что вот как бы когда ты смотришь кадр как бы так Чик 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 но ты видишь да 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 ну кто это значит Тут этого нет, и у многих такого нет, даже в киношколе кто анимирует, и я не могу до конца объяснить, почему, вот, я прям думаю. А это не с дугом дело? Да, мой самый реалистичный вариант, что это дуги, что дуги просаны, и что вот замедление, все эти изинги, аузинги, близинги, и всё вот это, знаешь, типа... Входы и выходы? Да, да, входы, входы, выходы, замедление, ускорение, что они как бы... там какая-нибудь лажа абсолютно точно, и в дугах, и вот всех этих доигрышах, плюс, я не понимаю. Вот, я называю, знаешь, как это называю? Анимация в присядку. А, это? Ну, это с тобой поспорят, некоторого надо. Да, всё равно поспорят. Да, ты в этом, в огоньках не поспорил. Да, меня вот выбесило это там, несмотря на то, что там хорошая анимация, там как раз есть это флоу. Ага. Но вот я в огоньке, я не понимаю, зачем всё время, что они вот так делают? Ну, да, это... Ну, да, это... Ну, они всё-таки сделаны очень тонко. Ну, потому что у них было время вот как раз поработать с вот всякими этими очень деликатными движениями. А тут в назад нельзя, поскольку они пытаются разыгрывать сильно, но они совершают ошибки, и все эти ошибки ещё дополнительно вылезают из стилистики. Не работает, короче. Не знаю, я, наверное, как аниматор, я просто вижу, что там где-то дёргано, что-то не связывалось нормально. Ещё мне не нравятся и дизайны. В целом меня диссонации не вызывало, только вот эти постепенные челы, которых красили, как хотели, насколько я знаю, вот они мне не понравились. Вот приём в компании Друзяшек, там довольно миленько, вроде как все. Да? Такие фиолетовые. А я знаю, немножко разброс внимания. Да, вот меня это беспокоит, что... Я понимаю, что очень по-дебильски выглядит, как, например, в каком-нибудь аниме, где куча людей абсолютно безжизненных, и главный герой, у которого там безумная прическа красно-розовая, с фиолетовыми пятнами, и ты такой, да, это главный герой, да ладно. Вот. Но как-то всё-таки нужно, чтобы внимание зрителя, ну, сосредоточивалось на главном герое. А они все ОООО какие творческие, и это как бы в каком-то смысле оригинально, но это портит внимание. Ещё мне очень бесит, что он иногда делает безумные рожи, которые абсолютно не сочетаются с его озвучкой в тот момент. Ну, у меня всё-таки диссонанс с озвучкой минимальный. Ну ладно. Я, вроде как, это тот же озвучивающий, что и в целом Феникс. Да, у них, ну понятно, что у них молодой голос. Вот. Да, да. И я в целом уже привыкла к его голосу, узнаю его, но в целом он меня не смущал. Не, меня не голос смущал, а то, что у него как бы нарисована одна эмоция, а голос другой какой-то говорит. Я даже не знаю, как это объяснить, типа, зачем и что. Очень много моментов, я не понимаю, почему они там вообще есть. Что-то, мне кажется, просто меня беспокоит, что вот эта вся эта вечеринка, она зачем? Как я поняла, это в день празднования камня, но это сказано уже после вечеринки, поэтому это портит. Да, но, типа, зачем она в сюжете? Ну, в плане, она ему, как персонажу, что даёт? Что мы понимаем? Они его признали как прикольного танцора, но не признали как крутого механика и вообще умного чела. Никому не интересно. Это как в этом, как облачно, осторожно облачно осадки видеть фрикадели, где задротов не ценят вообще. Типа, о, ты ботан, фу, ты надела очки и заплела волосы, фу. Ты смотрела? Нет, да, конечно, это хороший момент. Ну, вот. Ну, думаю, тут примерно такая же тема, что как фрик он сработал, а как учёный нет. Ну, кстати, нет. И он хотел другого признания. Ну, вот Локвуда, Хлина Локвуда из «Осадок», его же признали как изобретателя, просто они начали эксплуатировать его изобретение. Да, но там ещё у этого, у его девушки уже был конфликт, что она стеснялась быть тем, кем хотела быть. А, ну, девушки, ну, её, кстати, не признали за... Ну, главное, что её внутренний человек и признал, и они два ботана... И я имею ввиду, что её... Она не то, чтобы нравилась кому-то, будучи дурой. Ну, да. То есть, мне кажется, там этой темы особо нет. Она была в целом довольна успешным роликом. Нет, нет. Она, наоборот, же говорила, что у неё всего один дубль, и она его запорола, и теперь вся её карьера пошла нафиг. А, ладно, я, значит, я плохо помню очень. Я его очень нравилась. Да, она же хочет, типа, погоду вести, а ей далее, типа, этот дурацкий остров, который никому нафиг не нужен. Вот это сложная такая тема, что первая серия должна быть экспозицией. Не знаю. То есть, мы должны понимать, что, где, когда, почему, и у кого какая линия впоследствии будет развиваться. Да. Но при этом первая серия должна быть всё-таки законченной какой-то историей. А тут, мне кажется, этого нет. В том плане, что просто произошёл набор событий, которые, возможно, потом повлияют, но это не собралось в целое сейчас. Сериал же этим и отличается от, как бы, фильма тем, что каждая серия целостная, и они ещё все вместе целостные. То есть, это гораздо сложнее, в каком-то смысле, чем сделать короткметражку, сделать сериал. Да, да. Чисто даже не с точки зрения технической, что это гораздо больше работы, а что как-то нарративно это надо собирать постоянно вместе. А тут, типа, я даже не могу как-то до конца понять, короче, просто набор каких-то событий экспозиционных, которые ни во что не складываются. Ну, как я поняла, там, ну, как бы, сама история о том, что вот его не принимают, ну, как бы, он преступник в этом идеалистическом городе, где все поклоняются камню, а науке никто ничего не говорит. Наука для всех это отстой, хотя странно у них там уже это продвинутая цивилизация. Но, короче, так как его никто не понимает, он вводит из этого города, и, видимо, начинаются его кричения отделены от этого города, но все же, ну, да, непонятно зачем, или почему, куда он там прилетел, как будто разве есть еще что-то такое кричитное место. Да. То есть, да. Наверное, это стоит им хотя бы как-то проговорить в экспозиции, прям самые первые, где у них там, ну, такой, в стиле Моана перекладочный. Да, да, да. Ну, где-нибудь такие камень, а там, например, вот, у нас есть миленький маленький городок, а за его пределами какие-нибудь страшные монстры, которые... Ну, да, ну, типа трейлер, как бы, все равно же ты можешь не смотреть трейлер у нормальных фильмов и понять, что происходит в фильме. Да, да. Ну, короче, ощущение, что он действительно в какую-то пустоту улетает без понятия куда вообще. Зачем он упал, почему не прилетел? Ой, ладно, я даже... это так сложно обсуждать, потому что я бы просто все переделала нафиг. Да, 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 да. У меня два фильма, по-моему, уже есть, которые я хочу переделать. Да, есть такие. Ну, это гораздо легче, естественно, когда уже есть исходный материал, переделывать что-то. Да. Чем с нуля создавать. Ну, в целом... Ну, вот, кстати, ну, открытия у меня нет желания ее переделать. Ну, в целом, как ко всем проектом, я не хочу переделывать их не зло хочется. Не, ну, не хочется по какой причине? Потому что они, как бы, чуть-чуть плохие или просто что-то такое, я не хочу тратить на это свои мысли? Скажем так, если не задумываться, то норм. Я не хочу задумываться, скажем так. Ну, типа, короче... Ну, это плохо, плохо, когда не хочется задумываться на произведение. Наверное, да. Возможно, в этом слабость Феникса. Что они вроде делают все классно, и это можно принять, но об этом не хочется думать. Чтобы не портить себе впечатление. Короче, мне не нравится, что тут нет законченной истории. Это если продать Джессуру. Первой серии. Потому что... Я не знаю, будет ли это справедливо сравнивать. Сейчас, первую серию какого-нибудь сериала. Гурнлаган. Как символом. Самое лучшее. Они же там тоже, кстати, вырываются. Слушай, ну, нет, Гурнлаган это офигенно. Ну, да, там законченная история. Это можно даже короткометражку смотреть. Это маленькая и законченная история. Мы можем смотреть, что дальше. Но, в принципе, можно и так закончить. Ну, например, как можно было сделать. Я не знаю, мне не хватает как-то мыслей раскритиковать именно, что есть здесь. Но как бы я сделала. Тут есть два выхода. Это по-разному было бы. Что либо он понимает, что они... У него есть друзья, которые не впечатляются. Давай, сейчас я все расскажу. И он понимает, что ему, чтобы их впечатлить уже до конца, нужно новое какое-то супер изобретение. Он понимает, что он не может его изобрести, потому что ему не хватает знаний. И он похищает книгу. Планирует, как похитить книгу. Похищает ее. Кстати, очень бесит, что он просто приходит и забирает ее. Типа... Да, 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 да. Алло, это какой-то мега-супер артефакт. Старички. Старички. В него даже не стреляют роботы. Они просто лазали и все. Похищает ее. Его ловят. И из-за этого он сбегает. Да. Либо он понимает, что ему нужна команда, а с ним никто не хочет работать. И он такой, ну за пределами же есть какие-то другие существа, которые другой культуры и мне могут помочь. И он сбегает, потому что он хочет друзей. Вот, это два варианта типа целостной какой-то истории, которая экспозицию делает. Да. Нафиг вся эта тема с вечеринкой, нафиг вся эта тема с тем, что его признали, а потом не признали. И... Ой, приятно. Пообсирать людей, да? Да. Ой, а мне-то как приятно. Подкаст. Подкаст, да. Называется такой подкаст обсирает. Я такой злой поп, а я такой добрый поп. Да, реально. Мне так нравится анимация, это правда персонаж. Такая друбая персонажа. Чизы-то говно. История, никакой истории нет. Но, 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 но она есть, потому что она... Но они же только первые серии, но они же такие хорошие, они так старались. Они хотели бы фантоваться своей анимацией. Они фантов с эмоцией. Уважаю. Ну ладно, да Мне даже, наверное, связи не хватает Я в целом-то у меня приятная Ключение истерики Любовь, я чувствую Любовь Хоть она и жуткая Ну, ночь спустя Хочу записать Некое подытоживание Итогов нашего разговора Которые, на самом деле, не были названы В этом разговоре Какой-то основной совет Который, мне кажется, стоит учесть Студии Я думаю, бич заключается в том Что вы берете слишком большие формы К чему это? К тому, что сериал, это вообще-то Очень сложная форма, безумно сложная Делать, как одни из первых своих шагов Подобные формы Это Мне кажется, неразумно Понятно, что вы уже начали Останавливаться будет Странно, но подумайте Над этим Потому что Короткие формы Очень хороши И я сейчас даже не про Такие, типа Как делались Там, анимационные мемы Или Какие-то Такие штуки Хотя они тоже хороши Но я имею в виду Сделайте короткометражку Три минуты Абсолютно Может быть Законченный Прекрасный фильм Такого формата Пусть режиссеры Перед тем, как взять сериал Хотя бы сделают что-то подобное Надо подумать над короткими формами Которые при этом будут что-то рассказывать Таким образом Можно отточить Режиссерское мастерство Которое всем нам надо Аж хорошенько точить Но делать это сразу В большом проекте сериале Это довольно сложно И Я не завидую Ситуации В которой вы оказались Поэтому Удачи Это в принципе Самое Главное